Дальневосточного края, впоследствии Хабаровского, в 1934 году создана Еврейская автономная область. Единственное в СССР национальное образование вне мест исторического проживания титульной нации. Советское решение еврейского вопроса провалится. Евреи в тайгу не поедут. Черту оседлости отменила еще Февральская революция. После Октябрьской революции евреи активные строители новой жизни. В большинстве лояльные социализму, хотя из пятимиллионного народа стремительно ассимилируются не все. На станцию Тихонько все шли и шли эшелоны. В постановлении Всесоюзного Центрального Исполнительного Укранитета указывалось закрепить для нужд заселения трудящимися евреями свободные земли. Советская власть давно хочет наделить евреев из скучных местечек землей. Но почему решили, что они захотят переселяться на эти удаленные безлюдные территории, непонятно. Я не дурак. Корчевать тайгу, кормить своей кровью мошку, комаров и ждать, пока тебя разорвет тигр. Ничего себе родина. Роза, что ты на это скажешь? Не нойте, Пиня. Хуже, чем за границей не будет. В агитационном фильме «Искатели счастья» на берега Амура за новой жизнью едут даже евреи-иностранцы. На самом деле, при запланированных 60 тысячах переселенцев титульной национальности, еврейскую АО учреждают при 8 с небольшим тысячах евреев в ней. Так впервые в социалистическом государстве создавалась основа национальной государственности для граждан еврейской национальности. Альтернативой сионизму автономия не станет. А когда в начале 1970-х разрешат еврейскую эмиграцию, возникнет вопрос-анекдот. Ехать к близким родственникам на Дальнем Востоке или к дальним родственникам на Ближнем Востоке? После распада СССР автономную область сделают субъектом федерации со своим флагом. Это наш флаг, на котором изображена радуга. Во-первых, это красиво. В остальной стране радужность у властей не в почете. В 21 веке евреев в автономной области останется 1% населения, около полутора тысяч человек. При том, что в Израиле выходцев из бывшего СССР свыше миллиона.